МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ Дальневосточной транспортной прокуратуры Максим Попов. Народные избранники приняли решение по кандидатуре главы города путем голосования. Перед голосованием кандидаты озвучили депутатскому корпусу проблемы города и пути их решения. Действующий мэр Магадана Юрий Гришан также отметил, что было сделано для благоустройства города в годы его правления. «Было принято месяц в месяц Минвосток развитие комплексной программы развития города Магадана до 2025 года. Сейчас приступили вместе с губернатором к разработке программы «Столица», которая охватит промежуток до 2030 года. И новая программа, и те, которые были, конечно, прежде всего, учтут те первоочередные проблемы, которые волнуют людей, которые подтвердили это, высказывая всем депутатам, которые получили мандаты и в областную, и в городскую думу в ходе предвыборной кампании в сентябре 2020 года». Процедура выборов главы муниципального образования путем голосования депутатов Магаданской городской думы достаточно эффективна, отметили специалисты. Она значительно отличается от прямых выборов. При принятии решения депутаты на основании своего внутреннего убеждения, оценки объективных факторов, совместной работы, формируют свое мнение по работе с тем или иным кандидатом. Спикер Магаданской городской думы Сергей Смирнов отметил, что значительно повысилось качество взаимодействия и работы представительного органа с главой, которого выбирает Дума. Причина одна – простой процесс снятия главы, то есть его отзыва. При прямых выборах такой процесс очень сложный, размытый и практически нереализуемый, отметили эксперты. Качество работы повышается, ответственность муниципалитета перед горожанами, перед депутатами повышается, слышимость улучшается между представительным органом и муниципалитетом, исполнительной властью. Я от этого вижу только одни плюсы. То есть качество работы повышается, работа с бюджетом, вникаемость, погружаемость в эти вещи, она также повышается. И те проблемы, которые ставят депутаты, они более не просто слушаются, а они становятся услышаваемыми. В голосовании по выборам главы муниципального центра участвовали 18 депутатов Магаданской городской думы. На третьем месте оказался Максим Попов, вторым стал Руслан Федорчук. За избрание мэром Магадана Юрия Гришана депутаты проголосовали единогласно. Таким образом, по результатам заседания Магаданской городской думы, действующим главой муниципалитета Магадана на период до 2025 года снова стал Юрий Гришан. Вчера был очень прямой разговор с депутатами перед сегодняшним заседанием Магаданской городской думы, где задавалось очень много вопросов, где высказывалось много критики, в том числе и в стиле метода руководства мэрии города Магадана и в отсутствии определенной связи с депутатами. Все это правильно, справедливо и я думаю, что все сказано, потому что именно депутаты являются связующим сегодня звеном между ненапрямую избранным мэром и жителями города Магадана. Поэтому здесь нужно все синтегрировать, скомпоновать таким образом, чтобы люди все равно себя чувствовали участниками всего этого выборного процесса и они повлияли на принятое сегодня решение депутатами. Программы по благоустройству Магадана определены до 2025 года. До 2020 года выполнили подготовку необходимой документации по строительству нового городского музея. Уже есть положительное заключение госэкспертизы, отметил Юрий Гришан. Также важной задачей для главы муниципального центра стало стремление сделать Магадан одним из лучших городов России, чтобы люди приезжали и оставались жить на Колыме. В 2021 году материнский капитал увеличат почти на 4%. Размер его составит около 484 тысяч рублей на первого ребенка. А при рождении или усыновлении второго и последующего сумма станет больше на 155 тысяч. Очень часто маткапитал направляют на ежемесячную выплату. Для того, чтобы ее одобрили, доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов. Зависит от утвержденного региональным законом размера прожиточного минимума. Для семьи, которая имеет право на материнский капитал, да, она может расходовать средства маткапитала на свои повседневные нужды. То есть, если нет потребности приобретать жилья, может быть и есть, но сегодня важнее ситуация такова, что важнее поддержка и ежемесячная на содержание детей и так далее. Заявление на выплату можно подать в любое время в течение трех лет с момента появления ребенка в семье. При обращении в первые полгода выплату предоставят с даты рождения или усыновления малыша. Если обратиться в пенсионный фонд позже, деньги будут поступать со дня подачи заявления. 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 5 516 заболевших. Обследовали на наличие инфекции 112 551 человек. С выздоровлением выписали 5 859 колымчан. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Также эксперты призывают в общественных местах надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. Сколько дней продолжалась оборона Севастополя? Как назывался план вторжения в СССР? Какой подвиг совершил Александр Матросов? Интеллектуальные игры провели в Магаданском политехническом техникуме. Организовали их в рамках конкурса студенческих клубов за лучшее мероприятие, посвященное празднованию юбилея победы. В соревнованиях участвовали три команды – отделение экономики и программирования, электромеханическое отделение и геолого-строительное. Игру провели в четыре тура – блиц-викторина, кино и музыка, что, где, когда и брейн-ринг. Вопросы подготавливали члены интеллектуального клуба при техникуме. Они же выступили в роли жюри. Мне очень понравилось, как отвечали команды. На самом деле, я думала, что на второй тур, где мы брали кино, музыку и предлагали участникам ответить на разнообразные вопросы, не ответить никто. Потому что, скорее всего, мы очень сильно перестарались, и вопросы были очень сложные. Но команды проявили себя довольно неплохо, и все команды даже получили по два балла из десяти, но это уже результат. Викторине командам раздали бланки с вопросами. На десять заданий дали пять минут. В туре кино и музыка игрокам предложили по пять отрывков из отечественных фильмов и песен о войне. На каждый вопрос – по минуте. В ЧГК дали 15 вопросов по минуте на каждой. В брейн-ринге участвовали две команды. Были вопросы, на которые мы знаем ответ, но мы понимаем, что мы его забыли от слова совсем, мы не можем ответить. За счет этого было сложно. Но мы старались, мы готовились. Вы с красивой темною, с проклятою ой. Во время того, как жюри подводили итоги, на сцене выступили учащиеся техникума с творческими номерами. По словам организаторов, игру провели для того, чтобы студенты вспомнили информацию или узнали новую. Некоторые вопросы готовили около месяца. Ребята отвечали хорошо даже на очень сложные вопросы, рассказывают специалисты. Однако не обошлось без сложностей. У нас была некоторая проблема с презентацией, технические заминки, в общем, потому что мы не могли из разных концов зала держать связь с пультом и нормально взаимодействовать. Зрителей тоже ждал сюрприз. Организаторы им предоставили возможность поучаствовать в викторине. А за правильный ответ можно было получить сладкий приз. По результатам соревнований победила команда геолого-строительного отделения. Однако, отмечают организаторы, разрыв с другими командами был небольшой. Участников и победителей наградили дипломами и ценными призами. Продолжение следует...